Предприятие по выпуску кузнечно-бандажных изделий запустят в Экибастузе. В процессе запуска строительства завода по производству локомотивных бандажей принял участие Аким Павлодарской области. Планируется, что комплекс не только обеспечит новыми рабочими местами, но и расширит потенциал всего железнодорожного кластера региона. В Казахстане нет производства черновых бандажей, черновых локомотивных осей и зубчатых колес и центров. Была создана рабочая группа. Было принято решение создать в Казахстане такое новое производство. Новое производство подразумевает потребности казахстанских железных дорог для локомотивов, черновых бандажей, осей производства. Проект реализуется за счет собственных средств 27,4 миллиарда деньги и заемных средств фонда развития промышленности 27,2 миллиарда деньги. Помимо внутреннего рынка, продукция ТО Railcast Systems будет отправляться на экспорт в Россию. Мощность проекта – почти 161 тысяча изделий в год. Посредством подобных проектов планируется диверсифицировать экономику Экибастуза и снизить зависимость города от топливно-энергетического комплекса. Сейчас создается прочная основа для местного железнодорожного кластера. Доказательством этому является тот факт, что 73% верхнего строения путей производится в Экибастузе, подчеркнул глава региона. Строительство завода планируется завершить в 2024 году. По словам утилителя Сергея Павлингера, в течение двух лет временное трудоустройство получит 100 человек. Еще 366 специалистов обеспечат постоянными рабочими местами. В планах завершения формирования железнодорожного кластера со строительством стали плавильного завода. Мощностью до 1 миллиона тонн стали в год. Мурати Белмажит и РТС Акпарат